Добрый доктор Мария Левитина Добрый доктор, работает в Рязани уже порядка 7 лет Расскажите поподробнее о вашем центре, на чем специализируетесь, кто к вам может прийти? Ну, наш центр работает уже, да, как вы правильно отметили, уже почти 7 лет И мы стараемся, чтобы все рязанцы у нас получили самые высококачественные медицинские услуги С максимальным комфортом для себя Марина, вот как раз вы совсем недавно переехали в новое здание на улице Есенина Теперь вы не только на улице Новой присутствуете Вот расскажите, с чем связан приезд? Вы теперь занимаете два целых этажа, большое, просторное здание Какие возможности это открывает для рязанцев? Ну, во-первых, конечно, нам не хватало мощности на предыдущем месте, не хватало площадей К тому же всегда хотелось, чтобы и пациенты, и врачи работали в хороших, современных, комфортных условиях Это, естественно, улучшает качество медицинской помощи Поэтому мы долго к этому готовились и, наконец, мы открылись Я надеюсь, что всем рязанцам понравится наше новое помещение Как мы уже оценили их удобство в работе Плюс дополнительные площади, конечно, позволят нам расширить спектр услуг Каким образом? Вот появились какие-то новые врачи, новое оборудование? Да, совершенно верно У нас теперь доступны многие новые виды обследований, которых не было раньше Например, мы купили новый стационарный рентгеновский аппарат профессионального уровня Благодаря которому мы можем сейчас более углубленно обследовать пациентов Делать снимки и рентгеноскопию Также дополнительно добавились еще узкие специалисты, которых у нас не было Например, ортопед-травматолог Раньше, насколько я понимаю, вы специализировались в основном на справках и медосмотрах, правильно? Да, все верно, но в процессе прохождения медосмотров мы выявляли очень много патологий Которые, скажем так, у пациенты, которые никогда не обращаются И проходят медицинский осмотр только при устройстве или на работе, при периодическом медосмотре Им некогда ходить по клиникам, некогда заботиться о своем здоровье И здесь мы получаем то, что мы выявляем какие-то заболевания, может быть, и на ранних этапах, иногда на более поздних стадиях И мы обращаем внимание, во-первых, пациентов на эти изменения в организме, на которые они сами даже и не посмотрят На давление повышенное, на изменения на кардиограмме, на каких-то анализах у них могут быть И, соответственно, задумавшись о том, что у нас население не очень здоровое, но здоровье падает стремительно Из года в год мы захотели поддержать хоть каким-то образом и расширить свой спектр услуг далее Тут, наверное, главная задача, чтобы человек, если пришел, то он прошел полное обследование, полную медицинскую помощь в одном месте, правильно? Совершенно верно Нам захотелось сделать так, чтобы пациент, один раз обратившись к нам в клинику, ему понравилось там у нас находиться Не только получил какую-то услугу в виде справки, но и понравилось медицинское обслуживание Именно с точки зрения качества, профессионализма и результата, в первую очередь, чтобы он получил существенное увеличение своего здоровья, улучшение Мария, скажите, пожалуйста, наверное, чаще всего то, что вы правильно отметили, люди редко ходят в больницу Кто-то из-за того, что времени не хватает, кто-то просто потому, что больницы не любят Но бывает же такое, правда? А вот, наверное, как раз ваш центр, это тот самый пример, когда человек может после работы или до работы прийти к вам Вот время работы вашего центра, расскажите, пожалуйста До восьми вечера работают наши специалисты, особенно запись на прием, да, к узким специалистам, возможно Поэтому я знаю, что сейчас, да, трудно попасть в поликлиники, большая запись к врачам, особенно узких специальностей каких-то У нас нет проблем с этим, вы можете записаться И в этот же день попасть Удобное для работы время После работы, например, можете прийти, также по субботу мы работаем И вот очень важный вопрос, узкие специалисты какие у вас есть? Вот к кому можно прийти? Ну, на данный момент у нас работают и офтальмолог, и невролог, очень квалифицированный лор-врач Кардиолог, гастроэнтеролог, уролог, ортопед-травматолог Эндокринолог, он кандидат медицинских наук У вас? Да, хороший спектр анализа сразу же можно сдать Очень тесно работает гинеколог с эндокринологом вместе, совместно Как бы они, ну, женское здоровье, сами знаете, тоже очень важно Мы стараемся практиковать индивидуальный подход к каждому нашему пациенту Помимо всех условий, которые мы создаем Мы разрабатываем программы специальные по обследованию людей разных возрастных периодов Всем известно, что в каждом определенном возрасте организм человека претерпевает определенные изменения И, соответственно, выявляются какие-то скрытые болезни, заболевания или предрасположенности к ним Вот, поэтому, например, вот если взять молодой возраст, да, вроде казалось бы, до 25 лет Организм такой цветущий, молодой, но на самом деле в это время он еще растет И подвергается определенным перестройкам, да Здесь опорно-двигательный аппарат, очень важно Очень много сейчас искривлений позвоночника, да, и других каких-то нарушений Также эндокринная система в этот период очень сильно подвергается перестройке Также растет организм, да, нервная система и сердечно-сосудистая система Они сейчас наиболее уязвимы в этом периоде В связи с этим у нас стрессов много, да, там и учеба, и работа, и все остальное прочее И это очень сильно влияет, да, например, в зрелом возрасте Да, в зрелом возрасте здесь поддержание здоровья очень важно Предотвращение каких-то начальных хронических заболеваний, чтобы не переросло Да, также репродуктивное здоровье, да, мужчин и женщин в этот период наиболее важно Далее, после 40, после 45 лет следует очень внимательно относиться к своему здоровью в плане онконосторожности Многие об этом забывают, сейчас у нас экология не самая хорошая Вот, и в этом возрасте, конечно, надо быть обследоваться в этом плане более как-то значительно А что делать? Это сдавать анализы на онкомаркеры или что еще? Каким образом? И это тоже, тоже обязательно Здесь, так сказать, в плане и анализов, в плане и обследований, УЗИ, да, эндоскопические какие-то исследования Здесь еще важно знать, какие хронические заболевания у пациента уже сформировались на этот период И врач каждому пациенту подходит индивидуально, уже исходя из тех заболеваний, которые имеются Исходя из его возраста, пола, да, еще каких-то особенностей, например, он курящий или не курящий Подбирается программа обследований, соответственно, для максимально точной полной диагностики состояния организма И все обследования можно у вас пройти? У вас, насколько я знаю, УЗИ, диагностика хорошо развита, да, очень хороший аппарат у вас И анализы, кровь, правильно? У нас очень широкий спектр анализов, у нас как своя лаборатория, да, которая входит в наш холдинг медицинский Так и московская лаборатория, в которой мы сотрудничаем для наиболее каких-то сложных, точных анализов, в том числе и ДНК-типирования У вас есть практика сотрудничества с Петербургской клиникой, очень известной, по кардио-пациентам Вот расскажите об этом, это какой-то случай, на самом деле, очень уникальный? Да, в этом году мы совершили такой вот, так сказать, прорыв в нашей обычной практике Мы стали сотрудничать с Центром кардиохирургии и интервенционной кардиологии Город Санкт-Петербург на базе клиники высокотехнологической хирургии имени Пирогова В этой клинике, соответственно, производятся операции на сердце Как на открытом сердце, так и малоинвазивные через кожный доступ То есть эндоваскулярная хирургия Поэтому, так сказать, пациенты, они могут поступать из разных регионов Российской Федерации Не только те, которые проживают в Петербурге и Ленинградской области Поэтому клиника сейчас активно сотрудничает с другими регионами, в том числе с нашей клиникой Для того, чтобы пациенты с любой точки России могли получить вот эту высокотехнологичную помощь А что вот это за операция? Это шунтирование, стентирование? Что вот это? В том числе, но это малая часть всех операций, которые они выполняют Да, ну просто на слуху, они самые известные, да? Да, восстановление, конечно, кровообращение сердца, это наиболее часто, наиболее важно Но есть и более сложные случаи, да? Нарушение ритма Серьезные, вплоть до, да? Угрожающие, смертельные Это тоже все можно с помощью оперативного лечения Там, вживление кардиостимулятора Или специальные операции, которые помогают восстановить ритм Также протезирование, например, может быть, многие знают аневризма аорты Это очень опасное заболевание, которое может, ну, в принципе, закончиться смертельным исходом В любой момент, грубо говоря Вот В данной клинике можно провести протезирование То есть заменить аорту, да, на протезы И человек, так сказать, долго будет В рабочем состоянии И ему не будет ежеминутно угрожать гибель Для этих клиентов вот эти процедуры, они бесплатны Вот я как раз хотела спросить об этом Институт указывает услуги по квотам, которые предоставляет государство Федеральный бюджет, а также средства обязательного медицинского страхования Это все, так сказать, для пациента, нуждающегося в данном виде помощи, является бесплатным То есть, получается, пациент оплачивает себе только дорогу Операция абсолютно бесплатная, правильно я понимаю? Да, совершенно верно Ну, единственное, да, там подготовка к операции Сдача анализов, там какие-то определенные Ну, определенный спектр услуг Которые, ну, в принципе, при каждом случае Это индивидуально Как получается, вы определяете таких больных К вам приходят, допустим, на медосмотр И вы уже как раз то, о чем вы говорили Как раз на электрокардиограмму Как правило, в любой медосмотр сейчас входит снятие электрокардиограммы Также обязательно осмотр терапевта, сбор анамнеза Поэтому люди, обращающиеся, да, просто Они могут даже чувствовать себя здоровыми Иногда вот тоже нарушение ритма, опасное для жизни, может выявиться на кардиограмме в сердце А человек живет, не знает даже Да, после дополнительного обследования У нас и кардиолог есть И какие-то еще дополнительные мы делаем Обследования, УЗИ сердца, например После этого Мы согласовываем Все результаты с клиникой Если пациент согласен, конечно Вот, и после этого Он может поехать туда На дополнительное какое-то обследование Назначает время операции И его там Профессора их ждут Давайте напомним нашим телезрителям Где находится ваша клиника Во сколько В какое время можно обратиться И по какому телефону записаться Ну да, еще раз хочется отметить Что мы переехали на новый адрес Есенина, 9 Это пересечение Грибоедова-Есенина В принципе, найти нас очень легко и просто Второй, третий этаж Телефон регистратуры могут обращаться 51-18-19 Работаем мы с 9 до 20-00 Суббота с 9 до 14-00 Скажите, пожалуйста К вам приходить могут только взрослые Или с детишками вы тоже работаете? С детишками, конечно, мы работаем Мы открыли также филиал нашего доброго доктора Называется он Добрый доктор детства Туда приходят наши маленькие пациенты Которые мы тоже оказываем все услуги необходимые У нас очень хорошие окулисты, лоры, педиатры Мы проводим вакцинацию Также берем весь спектр анализов Которые и в нашу лабораторию поступают И также в московскую Спасибо большое вам за то, что пришли Рассказали про такую замечательную клинику Про вашу работу Разрешите вас поздравить с наступающим Новым Годом Совсем скоро уже мы встретим 2019 Спасибо большое Тоже всех хочется поздравить с наступающим Новым Годом Рождеством Пожелать всем крепкого здоровья, счастья, успехов Исполнения всех желаний Чтобы в каждой семье было тепло, уют, доброта Всего хорошего Спасибо вам, до свидания До свидания На этом наша программа подошла к концу Я с вами прощаюсь До встречи в эфире телекомпании «Город» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин